Вышла из душа, хожу тут в неглиже, пока что, пока что, в общем будем собираться, у нас есть дела сегодня, вот, и хотела вам сказать, наконец-то закончился вот этот гель для душа, но правда это не я его закончила, это еще вчера Дима закончил, но реально для меня это радость. Спросите, почему? Блин, мне не нравится здесь аромат, кокосовая вода с экстрактом кокоса, ну пахнет какой-то химией, просто пахнет какой-то химией, и знаете, самое интересное, что, да, это конечно круто, когда, ну там сын или муж выходит из ванной, попользовавшись этим гелем, то аромат реально приятный, ты чувствуешь, и тебе он нравится, приятный, но именно использовать его в душе, вот, у меня не хватило больше сил, я не смогла, вот, докончили буквально, муж и сын, я не могу, просто не могу им пользоваться, вот, реально мне он противен, во время использования, ну вот, зато наслаждалась потом этим ароматом, так что все, ура, ура, фух, куда мы сегодня едем, сейчас расскажу, давайте я сначала хотя бы это, нанесу крем, там, так сказать, все процедуры сделаю после душа, которые необходимы, потом можно беседовать дальше. На моем бьюти-столике тут богатство просто валом, в общем, смотрите, сейчас я использую вот этот тоник, который уже давненько использую от Фаберлик, матирующий для жирной проблемной кожи, ну, прикольный тоник, кстати, проще, когда меньше стало, невозможно, это его влияние, может, и не его, вот, Эмви, сейчас я использую вот этот дневной крем, вообще балдежный, я от него млею, вот, 50 миллилитров, тут вообще шикарный, просто аромат, природный, очень приятный, ну, супер, этим словом, обязательно использую, обожаю его просто, так, и вы знаете, периодически я начала пользоваться уже вот от Esfolio Vital Essence, ну, это такой крем какой-то, знаете, я опять не знаю, где упаковка, потому что здесь на русском ни слова, а, в общем, это как, о, это какая-то эмульсия, там, она обладает немножко осветляющим эффектом, ну, вроде да, поэтому тоже перебарщивать с ним не стоит, очень активно начала сейчас вот этим пользоваться, терапия экстрактом секрета улитки, интенсивно подтягивающий крем-концентрат для кожи вокруг глаз, в общем, стоило, что-то недорого вообще, по скидке я взяла, ну, в районе 100 рублей, что ли, ну, знаете, как вы, не в районе 100 рублей, повыше, там, 119, может, ну, такая хорошая скидочка была, Snail, да, Royal, и вообще обалденное средство, я вот не знаю, я не так давно им пользуюсь, вот такая упаковка, ну, естественно, вот такая упаковка, вот классная, и вы знаете, реально, ну, все-таки мне уже 33, и, как бы, вот эти вот мимические морщины, но они, мне кажется, еще и раньше значительно появляются, вот, и, вы знаете, прям, вроде борются неплохо, но, по крайней мере, я заметила, что они начинают разглаживаться, это не может не радовать, а так, для тела я сейчас использую, ну, блин, что такое, для тела я сейчас использую крем-йогурт для тела, цветок кактуса, вообще обожаю, блин, такой крутой, вот, сейчас пока еще все тепло, пока все еще тепло, то он прям актуален, похолодать, конечно, будет не тот, как раз хочу закончить, ну, как, наоборот, я закончить не хочу, потому что очень крутой крем, и хочется его максимально пролонгировать, ну, конечно, сейчас специально для этого ничего не делаю, хочется падать, пусть лежит, ну, и, наконец, для пяточек, сейчас использую бальзам для стоп-гладкие пяточки, тоже хорошая тема от Faberlic, Expert Pharma серия, вот, тоже рекомендую, прям, очень-очень, поскольку, ну, реально, пяточки становятся супер-гладенькими, вот, все мне это нравится, все это сейчас я буду использовать, дело отменилось, ну, со мной это дело отменилось, потому что, в общем, Рома поедет с Димой и съездит в это место, где они приобретут книгу, вот, собственно, да, что-то дело, надо приобрести книгу к музыкальной школе, вот, пособие по сальфеджио, где-то стоит будет, наверное, рублей 600. Вот, к сожалению, в лабиринте, вот, кстати, интересный рассказ вам будет отменяться в лабиринт, сейчас у них там проблемы, сбои на сайте, и, короче, два дня я пыталась сделать заказ, просто не получался, ну, там пару позиций для школы музыкальной нашлось, слава богу, вот, короче, что я добрала, но об этом вы потом в ролике увидите, что же я там еще купила, какие книги, и не только книги, вот, и, короче, я такая нажимаю, значит, изменить дату, да, там, ну, кто, я думаю, все знают, что такое лабиринт, это настолько популярный книжный сервис, книжный магазин, что я думаю, что мало кто не знаком с ними, вот, и там, типа, изменить, ну, изменить дату, время, вот, автоматически там стояло, ну, там, по-моему, на послезавтра в начале, а потом на завтра, и время с 11 до 18, ну, что такое, вот, ну, и, я, значит, пытаюсь поменять, а мне говорят, ну, к окошечку вылазит, а сверху, типа, ошибка, перезагрузите позже, не работает, окей, думаю, ладно, сделаю по-другому, просто нажму, ну, оформить заказ, и все, да, то есть, не меняй, ничего, уж какие там есть априори настройки, такие есть, фиг с ними, вот, ничего, нам, в принципе, и так годится, но, когда я нажимала, да, да, сделать, вот, заказ, оформить, мне писали, то ли не существующая дата доставки, то ли что-то подобное, то ли невозможная дата доставки, как-то так, ну, в общем, немножко нелепо, но я поняла, что-то не так, думаю, ладно, подождем, на другом браузере попробовали, все вроде бы, ну, то же самое, да, не работает, ой, ну, и, короче, на следующий день я звоню и говорю, так и так, слушайте, не могу заказать, что такое вообще-то, у меня проблемы, мыли у вас, ага, да, у нас, вот, да, у нас бои на сайте происходят, и они мне уже вручную все оформили, но, что любопытно, даже не спрашивали про время, то есть, они мне сказали, там, знаете, определенное число, причем это было не завтра, не послезавтра, через несколько дней, через три, по-моему, там, ну, в общем, так же, с 11 до 18, я думаю, ладно, ну, если бы мне это было критично, ну, разумеется, я бы сказала, так, так, у меня другое время, но мне было не критично, тем не менее, вот сами они не спрашивали, вот такая вот история, вот, ну, слабо все приедет, а за этим учебником надо отдельно ехать, но нет его там и все, нет и все, вы понимаете, такие вот дела, ребят, погодка классная, вот, в дворик такой зашли интересный, какие интересные пристройки, какие пристройки, в песочниках, поехали прокатиться, снова же, ой, солнце, хорошо, вот как, а вид, что, а вид какой, да, классный, мостик у топ, муком покрылся, ну, это для спуска как раз, нет, раньше же мост этот не был утоплен, он, не знаю, что случилось, никто сюда воду не подливал, чуть-чуть, ну, не знаю, как это случилось, ну, как-то случилось, в общем, сейчас, я уже несколько дней, прикиньте, пью эпику, йогурт натуральный состав манго, почему несколько дней, на самом деле, он довольно-таки, такой, очень сытный, буквально пара глотков хватает, чтобы им насытиться, да так, что не хочется больше, и вот, несколько дней, сейчас я голодна, перед выходом есть хотелось, но, я думала, вот, как раз йогуртом насытимся, ты будешь йогурт? Нет, я не хочу, спасибо. Ладно, но здесь кусочки еще фруктов. Ну, я попробую, ну, то есть кусочки манго, это вкусно. Так налегать не буду. Савица, мадам для секса, смотрите. Накинем. Давайте попробую. Я еще не попила. Вот так, что человек говорил, что он вообще не будет пить. Ну, попробовать-то надо, что ты это, я тоже сделал такой ммм. Погоди. Да. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Вкусно жда. Да, неплохо. Я тебе навязываю это мнение, говори вкусно, Грифкост. Ладно, шучу. Ну, то есть реально вкусно. Во всяком случае на манго то, что там есть, внутри не особо похоже. Не похоже. Слишком разваливательное для манго. Манго то, ну-ну-ну. Там даже внутри видно, что куски манго и по вкусу манго. Так что ты ошибаешься. Здесь такой вот урок приятный. Классенький. Вот видите, как я есть хотела, чтобы пару глотков не ограничивалось. Рома мне показывает, что мне надо делать вот так. Еще раз надо. Рома показала вот так. Да. Вот вы знаете, дома на самом деле, я, по крайней мере, у нас так замечаю, я не знаю, как у вас, постоянно, знаете, какие-то вещи, вот вроде бы они не нужны, но они лежат. Вот зачем они? Вот казалось бы. Кстати, кактус неудачник, потому что у него постоянно, он постоянно падал, так или иначе. В общем, я решил поставить сюда, и пока, слава богу, ничего с ним не произошло. Хотя сам по себе, он, видите, при всех своих стрессах, которые у него были, выглядит прекрасно, растет замечательно. Ну, вот о чем я хочу сказать. То есть, к примеру, вот когда-то давненько нам в подарок там от фитшопа, вот такой международный ветеринарный паспорт был, ну, вручен, скажем так, да, приложен к покупкам, проплан, вот это именно, урина. И вроде бы, ну, это же понятно, что это не официальный паспорт, то есть ты чисто что-то прописываешь, кличку там, породу, ну, я, в принципе, хотела. Ну, как-то, вот видите, до сих пор лежит, и ничего я не прописала. То есть, как бы, нафига. И вот, казалось бы, вроде бы и надо, а вроде бы и нет. Ну, потому что, я еще раз повторяю, это уже не официально, чисто... Ой, я же говорю, он неудачник. Вы это видели? Вы это видели? Вообще ничего толком не произошло, а он упал. Стоило только рядом с ним что-то сделать. Все, сейчас буду опять землю сюда загонять. Ой, миленький несчастный кактусик. Что ж ты такой несчастливый? Получается, прямо до следующего раза. А, видите, его немножко поглубже усадило сейчас, и поэтому он чуть короче стал выглядеть. Вы не думайте. Это не после стресса. Но вот так вот. Такой вот несчастный. Вот, казалось бы, ничего не предвещало беды. И опыт берет и падает. Ну, как это так? Ну, вот реально неудачник. Бедный, несчастный. Красивый при этом, да. Мне кажется, он вообще, в принципе... Вот, он, видите, хорошо сейчас сидит. Я его так потрогаю. Хорошо сидит. За всё это время он вырос, как мне кажется, немного вырос. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...